Маткульт, привет всем! Привет! Миша Светловский! Привет, дорогой! Спасибо, что пришел на канал! А знаете, кто такой Миша? Миша, мастер игры ГО! Как это называется? Черный пояс и пятый дан, да? Да. То есть это прям вот... Ну, это не черный пояс, это так. Черный пояс выше. Понятно. Ну, в общем, один из самых крутых игроков в России в игру ГО. А я даже не знаю правил этой игры. И вот сейчас будет такой как бы алаверды, потому что когда-то я читал у Миши лекции на физтехе. Ну, одну как минимум. Вот. А теперь Миша меня будет учить игре ГО, а заодно и вас всех! Так что, добро пожаловать. Расскажи про себя все, что ты считаешь нужным, важным. И будем заниматься. Будем. Я играл в эту игру еще когда не поступил на физтех. Уже 10 или 11 лет. А ты из Москвы или... Я из Москвы, да. Из Москвы? Из какой школы? Из школы 15-43. А, понятно, да. Да. Известная. Вот. Первый раз, когда я ходил в ГО-клуб, это был Бжуковский. Вот. Я сначала некоторое время узнал про игру ГО в интернете, там играл какие-то партии. А потом узнал, что есть клуб, и такой, как бы, первый раз прям мальчик, вот, сколько мне было, лет 14, и такой, садится куда-то на электричку, едет в какой-то гост, там какая-то кафешка, какие-то прекрасные иллюзии, вот, на тот момент для меня какие-то. Вот. И, значит, сидят, играют, причем очень уютно сидят, у них еще были, был такой комплект забавный, в котором камни синие и оранжевые. А, тут камни, да? Да, у нас тут камни черные и белые. Честно, не открывал. Честно, не открывал, молодец. Ну что ж, да, у нас черные и белые традиционные камни, традиционно начинают черные. Начинают черные, как и в Рензе, которое недавно было, да? Да, потому что это игра, значит, того же региона, так сказать. Япония. Большого региона, да. Япония, Китай, Тайвань и так далее. Черные, ну что, у тебя сейчас черные. То есть с места в карьер, да? Или ты расскажешь про себя еще там чуть подробнее? Я думаю, с места в карьер. Место в карьер, поехали. Ну, я, значит, да, должен объяснить все-таки, как делаются ходы и что начинается, с чего начинается партия. Я могу попробовать угадать, что я должен поставить сюда первую черную пишку. Да, это хороший план, но нет. Не угадал, да. Сначала розыгрыш цвета. Ага. Вот. А, то есть мы сейчас можем поменяться, возможно, да? Возможно, да, мы поменяемся. Значит, игрок, у которого белые камни, берет горсть. Так. Вот. Либо это делает игрок, у которого старше, то есть важно, чтобы это было некоторым соблюдением диспозиции. Вот, но если рассказать про российскую практику турниров, то так сильно никто не заморачивается. Угу. Не переживайте. Так. Итак, я взял горсть камней, ты берешь один или два. Ну, давай я возьму два. Давай. Кладемся на доску. Вот. Отмеряем по два. Угу. Ты не угадал. Вот. Значит, я выбираю цвет. Так, а что я должен был угадать? Отчетность. А, сейчас, подожди. Сейчас, сейчас, сейчас. А, все, 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 понял. То есть я взял два, на самом деле уже, уже сделал свою ставку, что у тебя будет четное число камней в руке, а ты, честно, да, я, честно, беру до тебя, не глядя, то есть какого-то размера рука. А есть мастера, которые умеют сразу четное брать, например, на заказ? У меня, у меня есть знакомство с таким человеком, вот. Ну, конечно, это не доказано. Это не доказано, да. То есть при мне этот человек пять раз выиграл Нигири, ну, то есть определил какое-то там число камней в руке у партнера или наоборот взял своей рукой, так что партнер не угадал. Я просто видел чудеса в нардах, когда я ехал на корабле, мы шли на корабле из Дудинки в Красноярск, и там дагестанец Ахмед Алияров обыграл в нарды цыганского барона. И там был по этому поводу жуткий фурор, и он просто бросал кости, выкидывая ровно столько, что ему надо, много раз подряд. Я не понимаю, как это происходит, просто не могу понять. С костями такая техника бывает, там, как говорится, полтора оборота. Это вообще... Это где-то показано, просто рука тренируется, ну как. Так, ну что, не угадал, значит, мы меняемся, правильно я понимаю? Да, иногда так, что меняемся, иногда так, что выбор цвета. А. Не, пересаживаться надо только, если там совсем по как-то по шуншую доска стоит, и вот нельзя камни менять места, или уже там, не знаю. Вот, иногда наоборот, то есть как бы у игроков стоят флаги их стран, допустим, их менять нельзя, поэтому... А, все, понятно, да, надо пересаживать. Мне пересаживаться не надо. Ну вот, ладно, значит, я смогу начать. Но я-то знаю, что делать, поэтому сначала я расскажу, что делать. Я даже не знаю, в чем заключается не только ходы, но и задача. Да, задача сложна, поэтому сначала ходы. Ходы такие же, как в игре Рэндио, мы ставим камни на пересечении последовательно, один за другим, начиная с пустой доски. Да, у нас нет ограничения, что мы можем стоять куда угодно от слова совсем. Ну да, ну кроме, естественно. Но будут запрещенные ходы. Так, ну допустим, я сюда поставил. Я не очень понимаю, что я делаю и зачем. Отлично. А это хоть чуть-чуть похоже на точки? Это похоже на точки. Мы будем друг друга окружать. Вот, вот, вот. И мы будем окружать территорию. В точки я в школе играл, правда, проигрывал всем и играл плохо. А, отлично. И вскоре забросило, да. Значит, давай разбираться с самого малого. Вот, мне нужно захватить один твой камень. Так. Да? Что я буду делать? Я скажу, что тут эти линии не просто так. Да-да. По диагонали линии нет. По вертикали и горизонтали линии есть. Значит, я должен сделать так, чтобы этот камень никуда не делся. Рядом с ним расставить свои. Так. Вот так ты захватил мой камень. Правда? Да. Вот сюда он не убегает. И здесь не нужен мой камень ставить. Да. Как только есть эти четверо. Все, захватил, да? Этот камень захвачен, он идет ко мне в чашу. Он мой пленник. Но ты не ставишь сюда свой черный. Нет. Я не ставлю сюда свой. Более того, когда-нибудь на месте пленных камней тоже появляется игра. Вот. А если я после этого захватил все, да? Ну, давай-давай. Давай разберем с этим. Что это будет означать? Допустим, я вот всю эту группу, я понял, вот так, да, нужно сделать, чтобы я ее захватил, да? Да. Но пока она не съедена, она окружена. Да, есть как бы стратегическое окружение чего-то снаружи, а есть полное съедение. Если Россию окружают другие страны со всех сторон, это не значит, что Россию победили и сожрать. Да, они просто окружают. А вот в этой ситуации ты съел? А вот в этой ситуации, да. Но это особая ситуация, сразу с запрещенным, полузапрещенным ходом. Почему? Давай пока их уберем. Сейчас мы их вернем на место. Для начала так. Вот есть такой ход, такое место на доске, где камень сразу съедят. Верно? Да, то есть его по тем вправым, как вот я съел, на этом же месте камень, вот, у него здесь нет свобод, его снимают с доски. Да. Такой ход запрещен. Ага. Ага. Но при этом, если вот так, то я могу пойти сюда и следующим ходом... Если так, то можно, верно. Да, ты следующим ходом ставишь сюда черную. Да. Причем даже не обязан этого делать, нет такого же. Не обязательно, да? Не обязан бить, как в шахе. И тогда? Да. И тогда я его снял. А почему, когда я окружил эти, я не снял? Подождите, нет. Ага. Значит, ты их не снял, потому что не доделал ход. Ага. Потому что не все сразу. Так. Так, вернем камни на место, да. Значит, из хорошего правила есть немножко исключений. Итак, исключение первое. Если ходом отнимаются камни, отнимаются свободы у того камня, который ставится. Так. Да. Но при этом отнимаются также последние свободы у некоторых других камней, то снимаются черные. То есть, если я что-то съел своим самоубийцей, то такой ход можно делать. Сейчас. То есть, я не могу это съесть по очень простой причине. Потому что у тебя есть куда убегать. Да. И как только я ставлю сюда, у тебя куда убегать нет, и я сжираю все четыре камни. Да. Одновременно четыре. Одновременно четыре. Это нормально. И здесь уже, ну, да. Ну, дальше не знаю. Ну, мы возвращаемся к какому-то еще рисунку. Так. Окей. Так, давай разберемся, как съесть два камня. А то мы съели уже четыре, я понимаю. Да. Все-таки эти четыре стояли раздельно, да? Да, да. Вот. Давай съедим два камня, которые стоят вместе. Сколько камней нужно? Ну, вроде шесть. Шесть. Хорошо, ставь. Так, если смотреть, да, на дело. Да, прекрасно. Ну, и тем ходом, который был последним. Да. Делаешь так. То есть, поставил последний камень. Снял с доски. После этого нажал на часы. А. Да. А, они еще есть как шахматными часами. Ну, такой уже игровой элемент. Окей. Так. Так. Что, съедим? Съедим группу сложнее? Или понятно? Ну, давай еще один сложный пример. Давай съедим вот эту группу. Да. Сколько камней нужно? Четыре. Четыре. Согласен. Ну, то, что сзади все как бы это самое отрезок. Да. Последним ходом я съедаю. Сзади линии не растут, поэтому не убежать. Так, ну и последний вопрос про съедение. Это если, опять, если любые пустоты, я ничего не могу съесть, да? Любые. Вот я так окружил тебя со всех сторон. Но у меня есть пустоты, и я это не съедаю, правильно? Пока не съедаешь, да. Так, и теперь, если ты пошел сюда, то я тебя съедаю целиком. Ну, если этот камень здесь, тогда, конечно, да. Ты съедаешь как бы по раздельности вот этот камень, да, и вот эти все встающие вместе. А, компоненты связанности. Да. Так, а если я, если ты не стал глупо сделать, да, вот эту, сюда не пошел. Не стал, допустим, хорошо. Так, кто он? Соответственно... Тогда тебе нужно больше ходов. Ты сначала съедаешь, например, этот камень, да, один. Но в этот момент ты можешь поставить... Нет. Бессмысленно. Нет, сейчас я уже не могу поставить камень сюда, потому что этот ход запрещенный. Он у всех камней разом отнимает все последние дыхания. А, подожди, подожди, так, вот это интереснее. То есть ход запрещен, если он у всех камней разом... У какой-то группы камней своих отнимает последние свободы. А, поэтому нельзя было в центр ходить своим. Да. То есть мне и сюда нельзя, и сюда нельзя. Ну, как бы здесь нет никаких камней, я просто создаю новый один камень. А здесь я соединяю камни, и у них всех остается ноль свободы. Но мне пойти так можно и нужно. Да. Ты следующим ходом сможешь сюда сходить и... Да, есть это. Да, есть это. Так, все понятно. Ну, пока понятно. Пока понятно. Хорошо. Задам тогда сложный вопрос про Россию, так сказать. В том смысле, что вот Россия окружена всеми странами со всех сторон, но ее почему-то не съели. Так. Ну, Япония тоже со всех сторон окружена. Ладно, пусть будет Россия. Итак, когда мы с тобой закончим игрушку, ну, сколько-то камней наставим, да, все группы будут на самом деле окружены. Потому что вот я ставлю камень, потом ставлю еще камень, да. Допустим, меня кто-то преследует с этой стороны. Да. Так сказать. Вот, я убегаю в эту сторону. Да. Да. Но я добегу до края доски, а дальше бежать будет некуда. Да, в точке мы играем на бесконечной доске. Вот. То есть, если следовать этим правилам, как бы, до конца букве закона, то меня просто съедет, потому что место кончится. И всех должны съесть, потому что для всех групп, как бы, место закончилось. Для этих места ограничено, для этих места ограничено. А игра кончается, когда нельзя сделать ход, не запрещенный по правилам? Нет. Игра кончается в другом месте, об этом подчим. Так, ладно, допустим, значит. Да, значит, сначала надо разобраться, что делать, чтобы тебя не съели. Вот убежать из окружения ты рано или поздно не сможешь, потому что доска кончится. Да. Дальше доски, как бы, убегать некуда. Да. Что делать? Отъесть кусок этого твоего окружения. Отъесть кусок окружения, хорошо. Добиться, да? Для точек это работало, но некоторое время. Да, как было дальше. Вот ты что-то отъел, а вот тебя продолжают прессовать. Вот что ты будешь делать? Да. Как бы ты уже что-то съел, ты уже, как бы, знаешь, это как лев гнался за антилопой. Антилопа позавтракал, но все-таки была съедена. Да, вот надо все, что правильно делаешь сейчас, покажи. То есть вот все, что тебя пытается окружить, надо резко перехватывать и жрать быстрее. На самом деле, вот только вот так можно гарантировать тебе. Можно двигаться медленнее, соединяя все свои камни в единую структуру, да. И это тоже будет, потому что, ну, рано или поздно на доске все группы соединятся. Вот, но тем не менее, даже когда вот мы, есть возможность закончить игру, значит, договориться о том, что мы перестали есть друг друга, как минимум. Да, мы пришли к какому-то мирному соглашению. Так. Вот, что для этого нужно? Для этого нужно понять, значит, какую группу все-таки съесть нельзя, даже если окружить. Да. Вообще 269, да, их максимум получается 13? 169. Ой, 169. Да, 169 болей. 13 на 13. То есть это предел этого самого, предел количества ходов? Да. Есть возможность повторять ходы в некоторых местах. Ну, давай про это скажем, когда у нас будет число позиций, число партий. Так. Так, вот я построил группу, и я утверждаю, что, значит, я закрываю глаза, ложусь спать, ты можешь что-то хочешь делать, но ты ее не съешь. Когда я ее не окружил, да? Да. Вот так вот. Так. Сюда нельзя ходить, потому что я попадаю в окружение. И сюда нельзя. Да. Допустим, я окружил ее целиком. Да. Да? То есть можно рассуждать отдельно про то, что есть внешние свободы, да? Их можно занять. Да. И их нельзя бесконечно наращивать, потому что кончится доска. Да. Но есть свободы внутренние. Есть сердце, душа позиции. Да. Вот в этой ситуации что происходит с следующим ходом? Я не могу пойти ни сюда, по-прежнему, ни сюда. Да. А значит, я не могу ее съесть. Да, с следующим ходом ничего не происходит. Ну и не происходит никогда, да? И, в общем, никогда. Ну, если только я сам не буду делать подарки. Вот. Окей. Да. То есть эта группа, она навсегда останется здесь? Да. Вот. Ну и все группы примут более-менее такой статус, что их нельзя будет съесть. Угу. Так. Ну что, давай небольшую задачку. Вот такая группа. Ее можно съесть? Чей ход? Не важно, чей, да? Ну, твой белых. Белых. Мы уже, как бы, узнали, что если ход черных, то вот она защищается, и все. Да, ну да. Она полностью в домике. Да. А что будет дальше? Ну, допустим, ты делаешь следующий ход. Ну, я имею право пойти сюда. Да. Да. А ты сюда имеешь право пойти? Я могу сюда пойти, да, потому что в этот момент я съедаю твои два камня. А-а-а. Да. Так. Ну, это нормально. Нет. А, подожди. Пусть будет, да. Это ненадолго мне поможет, потому что ты имеешь право сходить сюда. А я имею право сходить сюда, а сюда ты... Сюда я могу сходить, слышишь? Имеешь право сходить, слышишь? Съел свой камень. А вот теперь... А теперь... Я имею право пойти сюда же, да? Да. То есть камень был съеден? Да. Но ты его возвращаешь на то же место, и так бывает. То есть правильный ответ, действительно, мне надо, чтобы сюда ты не пошел, но все равно только так. Дальше уже... А если я пошел сюда, то ты пошел сюда, съел, и ничего нельзя сделать. Да. Ничего. Я не могу пойти, тебе не нужно ходить. Да. Ну что, давай, значит, еще немножко. Я поясню, как вот пространство делится на две комнаты. Поставлю вот такую группу. И скажу, что у тебя первый ход. Попытайся меня убить. Давай. Так. Значит. Начнем с краевого. Ты делаешь так. Хорошо. Съедаешь краевой. Сделал так. Съедаешь краевой. Ага. А я продолжаю. Ну, этот ход ты можешь сделать. А дальше? Нет. Давай, я оставлю его в покое. Такой ход я не могу сделать. По следующей причине. Я ничего не съедаю из-за вот этого пустого места. Да. А себе я полностью... А сам съедаешься. Сам съедаюсь, значит, не могу. А я этот ход могу сделать? Тоже нет. Так, значит, краевой ход неправильный. Да. Пробуем так. Тогда я сыграю сюда. Сюда не могу. Сюда не имею права. Да. То есть все равно есть какие-то две комнаты. Да. Они могут быть там относительно большого размера. Но в том, что одну комнату нельзя заселить до конца, потому что в ней дыхание кончится. И другую комнату нельзя заселить до конца, потому что кончится дыхание. Ага. Значит, всегда есть как бы два свободных места, минимум. И группа продолжает стоять на доске. Окей. То есть вот после этого, вот сейчас уже, только если ты изглубишь. Да. Да. Ну и топ. Подожди, вот если ты, например, вот так сделал. Если я вот так сделал, еще ничего страшного. Ничего. Еще два. Отлично. А вот что дальше с ними происходит? Вот они стоят здесь и стоят. А, все. В какой-то момент ничего не происходит. Это тоже нужно принять. То есть эта позиция останется здесь до кончания веков. Да. До кончания партии. Да. А мы будем продолжать пытаться друг друга есть. Где-то там, да? И вот теперь, значит, предположи, когда кончится партия. Если мы поняли, что вот... Такие группы мы оставляем уже до конца. Наверное, просто нельзя сделать фото. Можно раньше. Можно остановиться раньше. Ну, как бы, нельзя или ты не хочешь? Или не хочешь, это не все, да? Я сюда не хочу. Во-первых, потому что ты меня съев. Ну, давай я тебе объясню, почему я не хочу сюда. Вот. И тогда, наверное, станет понятно. Просто если ты вот не хочешь, но у тебя ход другого хода нет, то что происходит? Я могу сказать пас. А, вот, есть. В любой момент можно пропустить ход, да. Вот, 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 вот это. Значит, соответственно, кончится игра тогда, когда либо нельзя сделать разрешенный ход, либо ты не хочешь сделать ход, и твой соперник... Кончится игра тогда, когда мы скажем два паса. То есть я пас и ты пас. Тогда мы согласились, что... Да. Нет, как бриджи. Больше нечего делать. То есть, это пас не преферанса, а бриджа. Это пас, который может потом стать вистом. То есть ты можешь пропустить ход, потом обратиться к игре. Да. На следующий твой ход, если ты не закончил играть, я могу продолжить отвезти. А вот два подряд паса, это все. Да. А там, по-моему, я тоже шапочно знаком с бриджем, но там вроде как три подряд, да, паса означают конец. Ну, а здесь два. А здесь два паса, и все, игра заканчивается. Да. Что дальше происходит? Дальше надо считать, чем она закончилась. Да, есть целевая функция, есть подсчет очков. Да. Ну, во-первых, наверное, как-то вот эти считаются, да? Съеденные тобой, съеденные мной. Да, да. Ну, значит, и считается территория. Ага. Про камни-то более-менее все ясно. Есть территория, пустые пункты внутри моих, да? И есть недоеденные. Да. Они тоже считают, что этот камень погибнет неизбежно, поэтому я его снимаю. Я не делаю. Я не ставлю дополнительный камень сюда, я оставляю этот пространство пустым, и я имею право его в конце игры снять. Ага, после двух пасов ты снимаешь его? Да. Себе? Да. Так, понял. И у меня здесь четыре очка территории. То есть это пустые пункты, куда нельзя поставить живой камень белых. Так. Окей. Ну, давай как-нибудь. Нельзя живой, но все, если я могу, но тогда ты съешь его. Да. Ты можешь, но все, что ты можешь, я съел. И это вот более-менее определение территории. За какое-то время съешь? Да. Не потеряв своих при этом. Ну, не потеряв своих окружающих территорий. Моих ходов. Да. Вот так. Ух ты. Это сложное. Жесткое определение конца игры. Это ужасное определение. Ну, в смысле, определение. Это ужасное. Прекурсивное, да, мне нужно. Оно опирается на то, насколько мы с тобой оба умеем играть. Да. Нет никакого четкого математического определения, что вот, не знаю, принесли судье или принесли оракулу, и он сказал, вот это территория, ребята, все, за это не ссоримся. Нет такого. Если непонятен статус, мы продолжаем это доигрывать, и вот в меру нашего понимания игры оба выясняем, значит, кому это принадлежит. А если конфликт, вот ты говоришь одно, я другое, и все, и в кринч. Тогда судья, да? Тогда либо надо доиграть, то есть мы продолжаем делать ходы, начиная с того, кто из нас последний нескал пас, да? Значит, продолжаем делать ходы, пока не станет ясно. Да. Какие-то камни там совсем не снимутся за скин, например. Да. Тогда станет ясно. Так. Вот, либо, да, значит, в каких-то сложных позициях, там, зовем судью, если совсем не можем понять, что происходит, но это бывает очень редко. То есть на нормальном уровне соревнованиях это такое исключено? Ну, вот мне как-то объяснили правила, может, у меня объяснили еще так, что я какие-то осмысленные вещи делал, вот, и я за все время турнирной практики судью не подзывал ни разу. Вот как? Да. Ага. Понятно. Если в шахматах там есть какие-то вопросы, типа, не знаю, вот 50 ходов без взятий прошло, тебя надо подозвать судью, чтобы зафиксировать ничью. Ну, я так себе представляю. А, да, да. Вот у нас не надо, у нас все по договоренности между нами двумя. К суде надо только результат принести один или ноль. Обалдеть, обалдеть, вот это интересно, ага. Да. Так, отлично, значит, и так, три пустоты засчитываются тебе, как три меча, да, еще? Да, да. Плюс к этим. Я бы даже сказал, что вот эти в плюс к территории обычно съедут ко мне меньше, чем территории на доске. Понял. Потому что, ну, не за всю территорию, чем больше наше понимание, тем за, как бы, большую территорию мы просто отдадим, вот я построю какую-то территорию, да, и она не будет вся заполняться твоим камнем, потому что ты понимаешь, что это не зона твоих интересов, тебе есть еще чем заняться на доске. А, но потом вот это все будет потеряно в результате. Ну, это все будет моим, да. То есть я уже с этим смирился, на самом деле. Типа того, да. Да, вот такая договоренность, такое смирение происходит довольно рано для каких-то областей. Сейчас, вот это, например, здесь ты взял 9 очков, а я взял 12 здесь, да, если я бы суетился. То есть здесь я взял больше, а просто суммируется в сумме, да, кто сколько взял. Да, и у кого больше, тот победил. Ну, это вроде бы понятно, ну, так, плюс-минус, да. Вроде бы понятно. Вроде бы. Хорошо. Ну, наверное, есть какие-то подводные камни. Будут подводные камни. Мы забыли с тобой одно исключение из правил. Так. Давай его вспомним. Значит, очень внимательные и математически придирчивые люди могут придраться не только к тому, что у нас территория, это договорное понятие, но и к тому, как мы захватываем камни и как мы ставим камни в запрещенные места. Значит, вот такая картинка. Ну что, ешь. Ну, съел. Так. Ну, позвольте, как это, Иван Никифорович, я тоже после вас съем. Ой. А-а-а, цикл, цикл. Ну, это цикл. И так мы сидим, пока, значит, один из нас не зарастет бородой. Вот. Но мудрые старцы давно поняли, что все-таки сидеть нужно за другими вещами. Там надо за водой сходить, например, или костер потушить. Ну вот. Значит, чтобы так бороды не отсидеть, придумано следующее. В тот момент, когда это возникло, да, вот возник как-то... Да. Допустим, этот камень просто поставлен на доску, или это вышло из вот такой позиции, то есть этот ход последний. Значит, я могу съесть. Окей. После этого ты съесть сразу не можешь. Это повторение позиции. Мы запрещаем повторение позиции. Ага. Вот. Но ты можешь сделать другой ход какой-нибудь, который требует моего ответа по каким-то там тактическим причинам. Шухер навести. Вот. У меня есть выбор. Значит, либо продолжить какое-то движение здесь, да, либо здесь закрыть, либо еще как-то... Ну, короче, продолжить игру в этом районе. Вот. Либо ответить на твой ход. И если я отвечаю на твой ход, то позиция уже новая. Правильно? Ее съедают. Да, можешь есть. А я теперь не могу. Мне надо искать, да, где у тебя шухер. Где у тебя слабое место, где... Опять, я могу сейчас поставить сюда, да? Я сюда могу ставить, да? А, ну, оно... Соединять свои камни всегда можно. То есть у этого... То есть у этого камня как будто ноль дыхания, но это все свои. У него вот эти все дыхания. Ну, я тем самым просто закрыл вот эту трудную тему, да? Да, закрыл тему и все хорошо стало. Так, то есть повторение позиций запрещено. Да. Попробуем заполнить и это. Хорошо. Так. Возьму и это, пожалуй. Пожалуй, фантомас. Да. Так. Ну, теперь вроде бы все. Надо сыграть, да? То есть я буду делать почти обезьянные ходы, а ты покажешь, как это работает, да? Ну, давай я покажу, как это работает. Я какие-то еще вещи в процессе скажу. Да. Ну, то есть я как бы сейчас буду проигрывать, как я Павликову проигрывал в шахматы, он комментировал. Кстати, эта партия, я не помню, вышла или нет у него. Очень интересная получилась такая веселая партия. Как я ему проигрывал постепенно. Так, ну, мне пока ничего не понятно, но давай я буду делать какие-то наивные действия. Значит, я полагаю, что думать нужно про две вещи в процессе игры. Первый момент, как твои камни соединяются. Да. Либо если они не соединяются, то как они живут отдельно. Да? Так. Второй момент, где ты берешь территорию. Например, сейчас эти камни соединены сюда. Ну, как бы, да. Либо так, либо так. Я себе воображаю, что здесь соединение уже есть. То есть эту цепочку я рвать не собираюсь. Да? Да, у меня нет такого. Нет слишком сложного тактического плана на этот счет. Значит, здесь соединено. Хорошо, договорились. Вот здесь есть моя территория. А, ты ее сейчас отграничишь. Я ее, да, считаю, что тут два моих камня уже рядом с углом. Оно мне поможет отграничиться и соединиться. То есть за тебя мы представляем вот такую цепочку. За меня представляем вот такую цепочку, ведущую так же к краю. Да, да. Причем чем больше, тем лучше, да, типа? Да. Но все это я не делаю, потому что это может чуть-чуть продавиться в результате твоих ходов. Но не может глобально испортиться. Поэтому в начале игры я просто обозначаю, что вот я здесь. Да. Ну, давай я буду здесь. Ты не даешь мне отгородить огромную, да, территорию? Да, конечно. Которая тут может последовать. Я говорю, я тут тоже живу. Так, если я, например, сюда продолжу движение. Угу. Ну, тогда мы займем этот угол. Маленький, но такой паразит, который не дает тебе... Берет свой маленький кусок, не дает тебе большой кусок. А если обезьяничаем? Отлично. Вот у тебя, скорее всего, есть своя территория. Если ты сейчас не будешь с ней бороться, да? Да. Теперь мы продолжаем как-то усиливать наши позиции, занятые. Так, ну ок. Нет, наверное, вот так лучше. Да, можно... Чем шире, тем богаче. И эту позицию. Теперь надо усиливать. Тут много каких-то чужих вокруг нее. Толпятся. Так, если внутри моей большой зоны, кажется, мой случайный, но ничего страшного. Ну, минус такой. Минус эта клетка, да, будет? Да, минус это пересечение. Ну, нету причины ставиться совсем внутрь, да? Как бы там оттуда не растет никакая угроза. Поэтому я говорю, что лучше расширять. Вот куда это может расшириться? Сейчас. А ну вот я сейчас... Вот если я ставлю так, я имею в виду, что я попробую отградить эту и не эту. Да. Ты... Значит, вот у тебя была такая линия. Да. Ты ее как бы надул вот столько. Вот оттяни у меня больше одеяла. Давай. Ну, может так. Мне сложно представить, как потом будет все расти, да? Ага. Может и вот так. Да. То есть чем меньше ты мне оставишь пространства для движения, тем больше вот в ту сторону твое. Ну да, если совсем вот так ты будешь бороться, да? Если совсем вот так, да, то как бы мы в контактную борьбу вступаем. И там как бы совсем в контактной борьбе плохо, потому что я пришел первым, начал давить на твою камеру. Я понял. Возможно, я первым его съел. Съешь просто, да. И тогда будет плохо. Тогда, да, тогда, да, тогда, то есть, наверное, скорее... Ну, на некоторой дистанции, да, это самое эффективное. И я займу свой угол вторым ходом. Ты занял... Это на самом деле уже все, да? Я здесь уже ничего не могу сделать. Да, почти ничего. Так, ну, а я, например, ну, даже не знаю, ну, типа вот так. Хорошо, да. То есть, ты закрыл вот эту, чтобы я не лез туда. Это тоже достаточно большой кусочек. Я имею в виду, что я в одной из диплом представлюсь. Правда, все равно тебе остается как бы возможность... Да. Ну, и дальше мы продолжаем это доигрывать. Допустим, я беру вот этот кусок. Я уже взял весь вот этот, да? Да. Так, я, допустим, вот сюда запер. Отлично. Ну, вот в таком ключе. Довольно мирно здесь получается. Мы делим большой пустой пирог. У кого больше захвачено пустоты, тот молодец. Ага, так. Ладно, так. Я предлагаю на этом пока остановить. А, да, то есть, как бы нужно представить себе, что будет вот так. Да. Ну, может, давай условно дорисуем, что будет. Будет какой-то забор. Мы его достроим до конца, не объясняя, как именно в процессе игры это происходит. Как будто это понятная такая вещь. Ну, допустим, да. Допустим, кто-нибудь поймет. Чуть больше здесь. Эти две у меня пошли, допустим. Да, в процессе мы можем еще друг друга потолкать. В этих спорных местах. Ну, вот так, да, например, вышло. Да. Надо завершать вот так, или тут уже как бы... Ну, надо, да, по идее. В идее не надо, чтобы не проник, да, сквозь этот. Вот сквозь не пройдет. То есть, вот этот ты уже внутрь себя ставишь. Если ты соединяешь снаружи, да, то... Лучше вот так. Отлично. И вот так. И вот так. А этим мы занимать не будем, да? От них. А вот как здесь происходит вот с этими, значит, ну, допустим, игра закончена, да? Да. Я пас, ты пас. Что теперь происходит? Или нет, не то, что закончено, вот, допустим, я думаю, хочу ли я пойти сюда. Думай. Зачем? Давай вот с этого начнем, да? Если я пошел сюда, ты меня... А, нет, ты не съел, да? Да, я тебя есть не собираюсь, потому что это все единая группа, да? У меня нет шансов ее съесть. Мне нужно вот столько камней выставить, пока ты закроешь глаза, так сказать. Так, ну, то есть здесь не очень понятно вообще, что кому... Ничего никому не будет. Ничего никому. А, и здесь тоже, да? Это нейтралка. Да. Это нейтралка. И она никому не пойдет. Да. И эти ходы бессмысленные. Они как бы пустые, можно сказать, пас вместо этого. Все верно. Значит, я говорю пас, ты говоришь пас. Да. И мы считаем территорию, да? После этого, да, чтобы ничего не перепутать и не сдвинуть, мы заполняем эти пункты все-таки по очереди. Кем угодно, да? Да. А, то есть... Кем угодно, но по очереди... Тогда не пас, пас, да? Соблюдаю очередной... Нет, это уже после пасов. Это после веры. То есть после этого мы уже не можем ни о чем там передоговариваться. Все, понятно. Ничего не должно слететь. Вот. Все, ага. Ага. Вот. А теперь мы можем, поскольку совсем пустых нет, есть твои пустые и мои пустые. Да. Мы можем двигать внутри территории так, чтобы было удобно посчитать. Вот это тоже, да, или нет? Вот это нужно поставить или не нужно? В данном случае нет. То есть если ты скажешь, что это отдельная группа, я все-таки твой один камень смогу захватить. Ага. Да? Ну, бывают ситуации, когда в процессе заполнения нейтральных пунктов, да, как бы нейтральных, мы все-таки узнаем, что где-то еще нужна дополнительная защита. Так может быть. Ага. Мы на одну очку меньше получаем. Да. Ну да, но здесь уже явно... Иногда критично, да? Да, здесь совсем не нужно. Так. Хорошо. Так, теперь представим, что мы... Что никто никого не съел. Да. А бывают, да, такие полностью мирные партии? Да, да, да. А давай представим, что где-то ты меня съел. Так. Да? Что ты с этим камнем делаешь? Ты его вычитаешь из моих накоплений. Ну да, я просто ставлю сюда. Отлично. А теперь можно подвигать и посчитать. А, ну и все. Можно считать, да? Да. А, дальше уже все это не важно, потому что... Да, потому что мы как раз заняли нейтральные, теперь нам некуда ошибиться. Так, ну что, вспоминаем таблицу умножения. Да, и помним, что плюс один всегда. То есть это не семь, это восемь. Ну, как бы узлов больше на единицу. А, да, узлы считаем. Да, то есть шесть и восемь, сорок восемь, сорок семь у меня получается, да? Сорок семь, угу. Сорок семь. Так. Окей. А здесь, соответственно, дважды тринадцать, двадцать шесть, да? И дважды одиннадцать, двадцать два. Уже сорок восемь. Уже сорок восемь. У тебя больше. И еще немножко. Так. То есть первое правило. Мне вот это интуитивно не было ясно сразу. Первое правило. То, что у края всегда больше обычно бывает. У края больше получается. Как с арбузом. Как с многомерным. Слушай, мне вот так вот на глаз не было очевидно, да. А тут на шесть больше, да. На шесть, на больше, чем шесть, на двенадцать. Да. Но, значит, мы посчитали очки. Я вспомнил, что еще одно правило мы забыли. Так. Но оно относится к таким договорным местам. Оно появилось позже всех из правил. Поэтому его не так стыдно забыть. Так. Значит, правило в том, что я ходил первым, да? Да. Тебе нужна какая-то компенсация на этот счет. Ага. Вот. Поэтому я отложу свои шишки. Я помню, брендзио, она огромная. Да. Брендзио, она в том, что мне нельзя делать некоторые вещи в процессе. Да, да. А здесь в том, что я, как бы, некоторый штраф в конце и небольшой. А, угу. Значит, тебе шесть с половиной очков еще. Вот так? Да. Ага, ну здесь двенадцать было. Да. Понятно. То есть оценивается, первый ход оценивается здесь шесть с половиной очков. Да. Семь многовато, шесть маловато. Ну, спорное место до сих пор. То есть где-то считается, что семь с половиной в самый раз, где-то что пять с половиной в самый раз. На маленьких досках иногда там четыре с половиной. Ну да, тут зависит от размера, да? Ну да. О, как интересно. Шесть с половиной. То есть тринадцать пополам, да? То есть длина доски пополам. Ну, это... Это не ваша связь. Это не такая связь. Ага. И она какая-то сложная. Собственно, это было очень долгое время. Если в Рензию в какой-то момент стало понятно, что первый выигрывает. Да. И просто на классе берет и первым делом выигрывает. Вот до того, как ввели дополнительные ограничения. То здесь не было понятно. Стало понятно только типа в веке 18, когда собрали честно статистику. А-а-а. Посмотрели на нее и такие, так, что-то все-таки надо подкрутить, знаете. Давайте немножко подкрутим. Вот. Ну и поскольку... В восемнадцатом веке была уже такая статистика, да, где-то огромная, да? Может быть. Ничего себе. Надо остались ошибусь, но как-то так. Обалдеть. Вот это да. А вообще она типа очень старая, да? Да. Так. Четыре тысячи лет. Будем думать. То есть она самая старая, наверное, из всех вообще, да? Ну, смотря что считать игрой. Если считать игрой, что, я не знаю, младенец ползает и радуется жизни, то она не самая старая. Да. То есть вот как... Если считать игрой, что, я не знаю, обезьяна залезает на дерево на перегонки, она тоже не самая старая. А, тоже не самая. Ну да. Ну такая интеллектуальная игра. Да. Но правила менялись, да? То есть четыре тысячи лет назад она была там чем-то более простым. Или мы не знаем, например? Не очень знаем. Мы знаем, что поле было всегда примерно такое. Вот. Было старое правило, например, что игра начинается не с пустого поля, а с двух камней черных так и белых так. А-а-а. О, интересно. Вот это правило самое древнее, но его отменили. Отменили. Более того... Значит, это страшная вещь. Вот про дебюты. Да? Перейдем к дебютам. О! Дебюты. Да. Значит, последний раз дебюты очень сильно испортились, когда пришел компьютер и начал человека обыгрывать. Да? Потому что оказалось, что человек в некоторых дебютных вариантах, там, много лет разрабатываемых, не разбирается ни шиша. Ага. Ну, как ни шиша. То есть... Ага. Конечно, в чем-то разбирается. Там, ты туда, я сюда. Да? Потом ты сюда. Вот. Но в некоторых деталях возникают такие сложные вещи, что, в общем, все можно переписывать заново. Вот. Значит, другой момент, связанный с дебютами. Вот как раз про то, что два камня здесь, два камня там. Да. Эти два камня были обязательно вот такие. То есть, они в точках 4 и 4. Так. Здесь тоже координаты, да, есть какие-то? Да, здесь есть координаты от угла. 1, 2, 3, 4. 4-я линия и 4-я линия. Это будет камень какой? Ну, соответственно, 3, 4. 3, 4. 3 плюс 4 и гауссовые числа. 5 плюс 5 и. 5, 5, 5. 5, 5, да. Да. Окей. Так вот. Значит, для этих камней дебюты какие-то... были. То есть, там, если я приближаюсь к этому камню, ты можешь отступить в эту сторону, и известно, что это лучший ответ. Вот. А для этих камней 3-4 долгое время, соответственно, дебютов не было. Вот так, в смысле? Да. И тут тоже, да? И... Да. В любом углу доски. То есть, мы угол обычно рассматриваем как отдельное место, где возникает какое-то столкновение, какой-то дебют, а дальше в другом месте, как бы, другая игра. Угу. Так. Вот. Так. Ну и, допустим... Какая была дальше ситуация? То есть, дебют... Ну, в смысле, они не были разработаны для этого, да? Да. Они были в отстающих дебютах. То есть, пришлось разрабатывать позже. Фишеровский шахмат вспоминается всегда в этом смысле, который расставляет на первой горизонтали случайным образом фигуры. Нет, но вопрос в том, что в современной редакции, правило, да, там, я могу пойти сюда, ты можешь на это ответить каким-нибудь нестандартным таким ходом, да? 3-5. Да. Вот. И это значит, что как бы во всех дебютах нужно разбираться примерно одинаково. Ну да. Неизбежно. То есть, здесь... Ну да, здесь нет крыси дебюта с чистой листа здесь. Да. Ну, как бы, да, понятно. Значит, еще есть разговор о дебютах, но это разговор уже такой серьезный, видимо, включивый. Да. Можно долго рассказывать, там, не знаю, вот на то, какие варианты есть здесь, прочитать лекцию. Понятно, цело. Часа на два. Да. Ясно. Слушай, ну, первое ознакомление прошло. Я узнал правила, я ничего не понял о том, как играть. Это, 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 это сорвается. Это обычная история. Вот. Ну, а хочу, так сказать, хочу, прежде всего спасибо тебе огромное за введение, а я хочу, пользуясь случаем, про рекламировать мероприятие по игре ГО, которое состоится во Владивостоке, да, во Владивостоке. Верно. Ну, собственно, расскажи про него пару слов. Это важная для российского ГО история, потому что, как бы, ГО в Россию пришло поздно, в веке, так, в 20-м, да? Ага. Значит, в это умеют играть в Японию, и чтобы, там, позвать людей, которые играть умеют, чтобы они тебе объяснили, что делать, значит, нужно очень постараться. Я думаю, почему Владивосток? Чемпионат мира среди любителей, да. Владивосток, потому что нельзя сразу оттянуть одеяло в Москву, например, да, или в Петербург. Японцы не дадят до Владивостока, понятно. Ой, дадят до Москвы. Верно. А, до Владивостока что ли? Да, значит, это первый раз вообще, когда чемпионат мира среди любителей, и вместе с ним фестиваль ГО для всех желающих, да, проводится не на территории азиатской страны. Ага. Вообще впервые в истории. Впервые в истории, и это сразу мы. Да. Офигеть. Потому что мы молодцы. Слушай, это приятно, да. Вот. Здорово. И вы были ходить, посмотреть, какие мы молодцы. Вот. Ну, тогда ссылку вот здесь в описании будет на то, где во Владивостоке и когда, это будет в июне, да? Да, в начале июня. Так что, друзья, играйте и выигрывайте. Круто. Михаил, спасибо огромное, и до новых встреч. Ура. Матхуль, привет. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok